Свет мой зеркальце скажи, да всю правду доложи. Если прочитать 10 стихотворений подряд Александра Пушкина, то не будет плохого настроения, советовал Иван Тургенев. В преддверии дня рождения поэта в областной детской библиотеке только хорошее настроение. Наша библионочь посвящена Пушкину, и, конечно же, в стенах нашей библиотеки сегодня будет звучать пушкинское слово, да, потому что он неоднократно приезжал к нам в Нижний Новгород, он здесь и в Нижегородскую область, мы знаем, что и Болдин у нас имение, то есть мы достаточно хорошо знаем произведение Пушкина, его жизни, пребывание его в Нижнем Новгороде, так что сегодня тоже будет звучать пушкинское слово. Сотрудники детской библиотеки подготовили более 20 площадок, настольные игры, квиз, литературные встречи с писателями. На мастер-классе по созданию оптических иллюзий дети ловили золотую рыбку и загадывали желания. На семейном квесте по сказкам Пушкина отгадывали загадки и рисовали сказочных персонажей. Мне сегодня очень сильно понравилась сама библиотека, очень понравились некоторые книги, и некоторые из них я уже читал. Для меня Пушкин, как говорят, это наше всё, это величайший поэт, который лёгкими словами и довольно легко мог принести какую-то информацию, очень важные темы затронуть. Поэтому, если так взять, если Пушкина бы не было, ну, чуть-чуть, что бы такого, конечно, наша бы литература не так сильно продвинула. Зара Коч – постоянная посетительница библиотеки. Она очень любит сказки Пушкина и в свои семь лет может цитировать любимые места. Ель растёт перед дворцом, а под ней хрустальный дом. Белка там живёт ручная, да затейница какая. Белка песенки поёт, да орешки всё глядёт. А орешки непросты, вся с коробкой золотые. Ядра чистые изумрут, слуги белку стерегут. Вспоминали волшебный мир Пушкина. Кирилл Васильев, Любовь Шапков, Виталий Кудрябцев. Время новостей.